Здравствуйте, мои дорогие! Я сегодня опять к вам с раскладиком. Так, смотрим, что мы смотрим. Тема очень интересная. Настраивайтесь на нее. Итак, делает ли кто-то магию на вас? И посмотрим, если это не магия, то что-то такое, какое-то влияние все-таки есть. Посмотрим, что за влияние, кто это делает. Так, знаете что, у вас такая энергетика сейчас. Ах ты! Хочется так сказать, над вашей семьей находится такой купол защитный, который создан вашей общей семейной. Если вы одна, значит вашей все-таки. И вашим видением энергетикой добра, позитива. Дружбы, какой-то сплоченности даже, если у вас есть действительно семья. Ну что ж, это хорошо. Но кто-то делает или нет, посмотрим. Сразу предупредили, что вот так. Кто-то хочет эту магию семейную разрушить, может быть. Посмотрим. Но не получится. Не получится у вас купол. Это уже показали, но я все-таки смотрю, так как тема загадана. И мы посмотрим, есть ли в вашем пространстве те, которые хотят на вас влиять, магичить. И как они влияют. Посмотрим. Так. Опа. Тут, смотрите, кто-то был, но он уже... Может быть, так. Смотрите, либо закрыли вы его как-то. Тут человек ползет на последних усилиях. В него летят стрелы. Стрелы, которые он сам, скорее всего, пытался направить на вас. Кто этот человек? Люди. Посмотрим. Посмотрим. Интересно, это вы уложили этого чудика? Или же он просто по заслугам получил? Или у вас просто защита? Очень похожая ситуация. Например, просто представьте, вообразите, что кто-то подходит к воротам хорошо защищенным города. И прямо вот на таких энергиях этот кто-то враг, что я и так сломлю, и вот буквально с ноги двери открою и разрушу там все, что хочу, сделаю. Не получилось. Как только приблизился, на него повалилось все. И стрелы защитников ворот, защитников города и все оружие, которое только можно представить, да, было задействовано для того, чтобы отогнать этого непрошенного гостя. Кто-то хотел, но не получилось. А вы знаете, такая, что встретите любого с распростертыми объятиями. Ну все, там конец. Конец, точка, допубачина. Все, выгнали. Мы можем посмотреть, кто это был. Кто же это был? Кто тут? Слушайте, тут идет какая-то копирка. Какой-то копипаст мне идет. Так. Вот как в себе думаете, да, это копирование вас? Это чем бы вы ни занимались, что-то такое идет копирование вас? Может, вы книги пишете, а кто-то их буквально копирует ваши идеи. Но там стоп, там конец. В принципе, тут идет человек неплохой, неплохой. Но почему-то, не подумавши, пошел на ваши ворота. Зачем? Думал, что великий маг кто-то. Думала, может быть, ну кто это. Заблуждалась, либо заблуждался. Ну, я говорю, что вот эта защита ваша сработала мощная. Это не злой человек. Просто необдуманные какие-то поступки. А кто это такое? Кто это такое? На этом поприще это ученик. Ученица. Ищет свою дорогу. Пошла легким путем, пошел легким путем. Кто это? Не свою дорогу выбрала. Теперь, смотрите, вам ничего не нужно делать. Человек оступился, очень сильно оступился. Просто не пошел на ворота. Зачем? Вот зачем я туда полез, как в мультике? И все равно читать не умею. Вот такая фигня получилась. Что это такое за... Ну, в общем, смотрите, туда же вам не нужно даже и бороться за это. А здесь разборки устроили какие-то другие энергии. Или, может быть, и вы. И ваша сила, она неоспорима. И сила этих ворот, она незыблема. Не просто ворот, там мур вокруг ворот. Как это? Стена огромная. А стена, созданная аурой вашей. Непоколебимый успех. А у человека сложности возникают. Немножко бесится, может быть. Хотя человек неплохой. Неплохой. Ну, проходит свои трансформации. Вроде как девушка, женщина какая-то. Да. Проходит трансформации. Будет... В какие-то осознания заходить, да. Что делала, может, неправильно. Ну, даже если и не поймёт, то как-то так жизнь повернёт, что пропустят через период, когда она лишится какого-то ресурса. Но потом выйдет на нормальное, если поймёт, конечно. Да, придётся потрудиться. Ну, в общем, как-то так. Если это на работе, девочки, ну, можно даже не стараться что-то делать. Разве что, если вы видите это воочию, прям понятно, вы можете об этом говорить людям. Вот и всё. Тут уже и так, человеку досталось конкретно. Так, хорошо. Ну, нечего, нечего лезть на ворота, которые так сильно... Да и вообще, зачем лезть в чужое, правильно? Их копировать. Так, поехали дальше. Опа. Опа. А вот здесь, пожалуйста, какой у нас был вопрос? Вспоминаем. О, что? А здесь, как видите, что-то интересненькое. Какой был у нас вопросик? Вопрос был у нас, если магия не делал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. А кто это делает? Посмотрим. Так, а что это такое? Кто это такое делает? Смотрите, так, это какой-то капец. Значит так, смотрите, тут показали детей, но они защищены. Защищены. Прямо кто-то пытается уговорить дьявола на вас воздействовать. Кто же ты, чудовище? Смотрите, кто-то крутится возле вашего дома. Ну, смотрите, возле вашего, возле вашей ауры, так, кто-то крутится возле вашего бизнеса, возле вашего дома, либо возле вашей работы, кто-то, не знаю, офиса. Это может быть, как конкретно человек ходит вокруг и что-то хочет сделать, так и энергетически, да, если вы, например, публичная персона, вот, и кто-то так крутится вокруг вас. Приходит и уходит, вот ни к чему не бывало, положит что-то и уходит. Так, кто ты, чудовище? Звезда, которая теряет свои позиции. Кто ты, чудовище? Не, подожди, подожди, ты кто? Что, мне вроде женская энергия шла? А, теперь мужчина идет. Ну-ка, покажись. Тетка, ну, видите как, прикрывается, прикрывается. Она делает довольно-таки мощная особа, но ничего у нее не получается. Вот, как говорится, добро всегда побеждает зло, а тут вот этого зла не хватает. Это какая-то тетка, крупная, да, крупная какая-то мадам. Вот только что прикрывалась какими-то мужиками, не знаю зачем. Ну, как-то воздействовала на вас, старалась воздействовать хорошо. Ну, тут мне интересно. Как-то говорят, если что, то дети защищены. Дети защищены. Тетка, вот она. Я говорю, что какая-то женская энергетика идет. А кто эта особа? Что она делает? Что она делает? С вами хочет подружиться. Да, потому что вы крутая, сильная девочка. Здесь показана верховная жрица, потому что вы верховная жрица. Хочет с вами подружиться. Верховная жрица. Еще одна. Вот такой стишок. Ну, блин, тут, понимаете, как показали же дьяволам, что она делает? Наработочку свою делает какую-то в вашу сторону. Но подружиться хочет. Зачем подружиться-то хочет? Может быть, это ее лицо, как бы я с тобой подружиться хочу. Дружественное лицо. Какое ей? Хорошо. Покажите ее истинное лицо. Может, вот это ей есть? Пятнадцатый показывает. Оно истинное лицо этого человека. Оно, покажись. Оно, покажись. Оно, покажись. У нее что-то может быть сильно особо, но что-то может не получаться. К вам ничего плохого не имеет. Развивается в своем направлении довольно мощно. Но что-то вот, когда не получается, она, знаете как, расслабляется. То есть, вот когда звездная болезнь человека находит, расслабляется. Человек расслабляется. А что же оно вам такое? Зачем пятнадцатый? Что это значит? Ну, вот крутится вокруг вас. Зачем? Что она делает? Что? Что? Блин, оно переманивает. Переманивает. Что-то переманивает из вашей. Если вы, например, владелец компании, да, и есть, или владелица, ну, давайте так, есть разные уровни, конечно. Например, вы просто рабочий, просто работаете, какой-то сотрудник, ну, что-то переманивает. Людей из вашего круга переманивает. Даже если один, если человек в вашем кругу общения, кого-то переманивает на свою сторону. Если у вас огромное предприятие, и вы владелица этого предприятия, переманивает ваших сотрудников ценных, то для чего? Для чего? А, это ресурс ее. Ну, она так привыкла. Это человек, который действует таким способом. Она говорит, бизнес есть бизнес. Вот. Бизнес есть бизнес. Ну, тут какой-то крупнячок, я так понимаю. Сразу же нам выпала карта, что вы защищены. Значит, что-то тут... А, видимо, она и не может толком максимально, знаете, масштабно переманить то, что она собралась сделать, переманить. У кого-то сотрудников, у кого-то публику, у кого-то друга, друзей, понимаете? Есть вот такая особа, которая крутится вокруг вас и собирает, накатывает, знаете, на себя, наклеивает ваших ценных. А получается у нее это делать? Ну, вроде как, что-то... Значит, да. Она, как знаете, ссылочки на себя дает. Девочки, это что такое? Так, если тут кто-то есть такой на канале, например. Потому что мы-то в одной резонансии. Раз, вадишь, что-то. Перестанет признавать общество. Так, смотрите. Не беспокойтесь. Вы все-таки защищены, так защищены. Она рванет немножко. Будет какой-то результат. Несомненно, будет результат. Но особо... Не хочу, чтобы вы волновались. Почему? Потому что сейчас посмотрю, нужно ли что-то предпринимать. Скорее всего, просто тупо, методично работать и делать свою работу. И четко знать, что вы правы. Вот просто вы правы. Ее перестанет признавать общество. То общество, которое принадлежало ей. Сначала это круг людей, которые ваши. Они засомневаются в ее компетентности. Засомневаются в том, что этот человек может куда-то привезти. А потом и свои же. Своя же публика начинает от нее отворачиваться. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Смотрите, две двойки. Придется искать новое. Но она такая сильная, пускай ищет. Ничего чужое воровать. Ну, дьявола показали. Прямо интересно. Разные уровни бывают. Например, если это магическое воздействие, это действительно вот как магии стараются делать. Если нет, это конкретные манипуляции. Четкие, выдеренные манипуляции человека, который умеет это делать. Это не просто прочитала книги. Она реально владеет этими техниками. Манипулятивными. Стоит ли опасаться? Ну, есть у нее различные методики, которые она будет применять для того, чтобы устранять конкурентов. Это конкуренты, я вообще-то понимаю. Да. Она лишает конкурентов, своих конкурентов. Она так работала со всеми конкурентами. Она своих конкурентов лишает руля. Вот так вот. Вот так вот. Лишает возможности чувствовать, чувствовать ситуацию. Вот и это как раз относительно того вот ее методики, да, вот как она действует. То, что было сказано ниже. Она, когда видит конкурента, вот рисует себе, знаете, вот берет смолу и на лице рисует маску. Я пошла на войну. Все, у меня война вред. Да, и начинает козни строить. Господи. Вот такой вот человек есть. Так, стоит ли опасаться? Ну, такая особа, знаете, неприятная. Я, но, по сути, не желает вам зла, но она вредит. Реально вредит. Она не лично к вам, вот не лично к вашей личности. Нет. Потому что вы ее конкурентка. Все. Наступили на звезду. Вот так вот. Звезду запачкали, как говорится, случайно. Ей так показалось, по крайней мере, что вы какую-то тень бросили на нее. Ой, все. Просто пожалейте человека. Там будет разрушаться у нее. Если бизнес, то бизнес. Если она на семью позарилась вот так вот, да, то там будет разрушение в семье. Вы об этом узнаете. Какое-то оповещение получите, сообщение. Увидите сами. Мне что-то будет страшное и зрелище. В общем, не надо было лезть на такое. На вас. Да, хорошо. Так. Я бы еще совет сюда посмотрела. Совет. Тут вот этот дьявол, вот этот 15-й, повернется к ней теперь. И пойдет на нее. Вам совет? Боже. Ну, какой совет? Смотреть на то, как будет восторжествовать справедливость. Вот она, справедливость. Действовать. Кстати, вам совет действовать справедливо. Тоже. Честными методами. Честным путем. Вам по совести, по душе делать все. И расслабиться. Если вы делали все справедливо, говорит эта карта, то можете не волноваться. Если нет, дьявол рядом, понимаете? Либо-либо. Вот так вот. Так, поехали дальше. Третье. Что тут у нас? Семерка. Блин, выходила семерочка уже. Вот в прошлом расслаблении была смерка. Расслабилась какая-то... Кто-то рано расслабился, да? Что-то такое. Кто-то туману напускает, может быть. Нет? Что это такое? Так, есть какая-то личность в вашем пространстве. Очень сильная личность. Которая я или который может вести за собой людей даже. Которая показывает новые дороги, новые пути. Но очень туманная личность. Очень туманная личность. И на вас, я так понимаю... А что к вам? К вам она как-то... Отзывается как-то. Что-то может говорить о вас резко. Но говорит на своем пространстве. На своем пространстве или нет? Вы знаете, очень хит... Очень так двоякое здесь, да? На своем пространстве. Иногда и не на своем. То есть иногда на своей территории может говорить о вас плохо. Иногда на вашей территории. Закрывая некой непонятной вуалькой вас... Вашу правду от людей, которые вас видят. Как это у нее получается? У нее... Почему я говорю она? Что это? Покажись. Покажись. Слушайте, ну тут очень вроде похожие, но тут другая личность. Кому-то вы явно переходите дорогу. Одного угрохали. Вторая, я так понимаю, на подходе. Но тут такая сильная личность. Вот еще что-то такое. Притворяется ягненком, но есть волк. Все-таки не ягненок, волк. Кто это? Покажись. Что это вообще? Кто это? Словесно может реально обижать, колоть. Или же из-под тяжка это делать. Или же... Тут даже не из-под тяжка, а знаете, что-то такое сказать на людях. Либо написать, либо что-то высказать. Когда вы чувствуете, что, блин, все услышали это, и все на ее стороне. Но она-то не права. Сказала колкое слово в вашу сторону. Такая, знаете... Ух ты, что это такое? Оп-па-па. А вам нужно было все-таки, чтобы этот человек был на вашем пути. Такая дама. Кстати, эта дама... Это... Нечто такое, что встречается к вам не первый раз. Да. Может быть, то она одна и та же, а может быть, похожие личности все время встречаются вам на пути. Это дама все-таки. Очень такая амбициозная. Это как учитель переплюнул... Ученик переплюнул своего учителя. Вот такой может быть. И очень амбициозная. И выскочка, выскочка вот такой идет. Это когда учитель хочет научить, да, вернее, пытается. А сосуд ученика полон. И вот у нее вот это вот все. Она как бы знает все, знает, куда бежать. Будьте спокойны. Поменяется ситуация. Во-первых, она поймет, что не права. Что не права. Да. Не заходит... Ну, конечно же, ей сложно будет это принять. Она увидит ваше... Какая бы вы правильная на самом деле. Она не захочет это принимать внешне, но она осознает. Она будет как в заточении собственных неправильных действий. Но она правильную дорогу, я так понимаю, выберет. Так, смотрите. Если она неправильную дорогу будет выбирать, ей грозит конкретный развал по судьбе. И поэтому ей дают выбор. Либо правильная дорога, либо неправильная. Поэтому тут не беспокойтесь. Она либо поменяет к вам отношения, либо... Так, поэтому не беспокойтесь. Просто идите своей дорогой, своим путем. Вы продвигаетесь. И все. Не зря нам показали. На самом начале карту защиты вашего пространства. Вашей аурой. Так, хорошо. Ну, просто было интересно посмотреть, да, на этих личностей. Что тут они себе придумали. Так, смотрим. Что-то за скала. Вы скалу знаете, да? Интересно. Посмотрим. Какая-то гора. Я прям вижу. Человек-гора. Человек-скала. А что это значит? Какое влияние он действует на вас? Это может быть защита ваша как раз тоже. Он добавляет вам защиту. Прямо человек-гора. Нет, еще раз. Какое действие... Сейчас смотрим, какое действие. Это ваша пара. Или же партнер. Или же человек, который действительно очень сильный, непоколебимый. Никогда не предаст, никогда не сдаст, никогда плохого ничего не сделает. Есть у вашего пространства такое что-то. Что-то сильное. Какая-то скала. Неприступная. Вот прям во всех смыслах. Что вот это такое за страх такой? Это любое... Знаете что? Это любое какое-то колебание извне. Это стена, скала. Оно принимает на себя вот эту вибрацию. Колебание какое? Плохое, да? Колебание страха. Принимает на себя. Вы же в счастье, в достатке, в стабильности, в исполнении своих желаний, чтобы оставались. Вот как-то так. Есть какая-то скала. Я сейчас посмотрю, откуда ноги растут. Кто это? Как защита какая-то есть у вас. Кто ты? Кто ты? Откуда ты? Семья ваша. Это ваша семья. Кто ты? Маг. Какой-то маг в семейной. Кто ты? Глаза закатывает. Видите? Ну, он скромный маг, наверное. Кто ты? Это ваш дом. Это то, что вы создали. Вот так. Это то, что вы создали. Вы создали вокруг себя мощнейшую ауру магическую защиты. Как это получилось? Вот так и получилось. Ты давно на моем канале? Вообще никто не дотянется? Никто. У нас мощная с вами аура, которую пробить просто невозможно. Поэтому, девочки мои дорогие, просто расслабьтесь. Те, кто подписался, смотрят каждый день видео. Естественно, вы идете своим путем. Естественно, вы каждый день развиваетесь. И мужчины дорогие, которые тоже здесь. Естественно, вы достигаете своих целей, которые поставили каждый день. Не сидите с вашей руки. Но по поводу того, что кто-то может пробить вашу ару, просто успокойтесь. Будем за этим, конечно, следить. Не пускать в свое пространство. Каждый раз, как говорится, нужно чистить дом. Выметать из своего пространства, из своего дома. Выметать блох ненужных. Ловить этих блох, выкидывать. Ловить и выкидывать. Ну, а что делать? Они как-то появляются иногда. Девочки дорогие, здесь у кого-то бизнес. Это мощь какая-то. Вот просто непоколебимая. Здесь у кого-то есть человек, муж. И вы в нем точно не сомневаетесь. Дай бог. Либо будет такой человек. Но тут вот что-то есть такое, что вас не держит. Для кого-то это вот то сообщество, где ты сейчас находишься. Это этот канал. Ты здесь защищена. Так и знай. Здесь правильная, верная дорога. Боже, какие карты выходят. Здесь правильная, верная дорога. Здесь ты действительно найдешь и человека, который будет тебе как защита, как скала. Ты найдешь себя прежде всего. Это самое главное. Чтобы тебя кто-то нашел в этом мире, найти нужно саму себя сначала. Если ты потерялась, не понимаешь куда идти, ты думаешь, что кто-то тебя найдет. Сначала сама себя нужно найти. Вот так вот. Супер. То, что мы создали, дорогие мои, это, конечно, бомба. Это мощная, неприступная скала. Это создано кропотливым трудом. Вот так вот сказано. Вот и замечательно. Поэтому, дорогие мои, все будет хорошо. Ангелы поддерживают. Все, кто... Вы знаете, как? Вот так скажу. Все, кто хочет пройти нечистым путем... Но, например, вот как грешник, да, существует там понятие грех, да, грешник, что, ну как, может ли он попасть в рай? Может, если будет действовать правильно в итоге, да, то есть покаяться или что там еще. Вот так и эта карта говорит, что любой может попасть сюда. Только здесь очень сильная проверка идет. Рецепшн сильный, наверное, да, на нашем канале. Вот так. Так что здесь, мои дорогие, все звезды, здесь, мои дорогие, в этом сообществе все сильные-сильные личности, которые достигнут всего, чего захотят. Те, кто потерял роль управления, здесь его найдут. Обалдеть. Ну, вы посмотрите. Вот он. Смотрите, две карты одной масти. Ой, разной масти, вернее. Но вот ситуация какая, да, то есть тут человек потерял управление, здесь человек узнает. Она как берет вот эту лозу и знает, что в ее жизни, например, есть такая-то цель и знает, как ее достигать. Понимаете? Поэтому вперед. Даже если ты еще не знаешь своей дороги и кажется, что запуталась, здесь ты найдешь ее. Замечательно, девочки. Хорошо, идем. Так, совет нам всем и мужчинам, дорогим, нашим совет. Ой. Так, ну, мужчинам совет. Смотрите, парочка здесь какая красивая. Король кубка, королева кубка. Тут мужчины, тут, опять же. Вы находитесь в правильном месте. Вы достигнете того, чего хотите. Вы найдете то, что вы хотите. Вот так. Вот так. Вы исполните здесь свои желания. Все, мои дорогие. Хватит об этом говорить. Я хочу, чтобы так и было. Благодарю вас за все. Благодарю за лайки, комментарии, за подписки. За помощь финансовую. Тех, кто это делает, чувствую каждого. Благодарю вас и прошу Вселенную помогать вам в разы больше. Вот так вот. Дорогие мои, до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok